Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем-всем приветик! Всем тем приветик, кто зашел ко мне на канал. Итак, сегодня я буду готовить оладушки. Оладушки картофельно-кабачковые. Мне понадобится одна картошка. Вот такая вот великоватенькая, большая картошечка. Я беру картошку старую. Сюда будет пока лучше старая картошка. А если у вас нет уже старой картошки, ну можете молодую, вот такой вот величины. Теперь я беру половинку кабачка. Очистила, помыла. Теперь я буду брать мисочку, буду брать терку. Терка нам понадобится крупная. На крупной терке я сейчас потру и кабачок, и картошку. Нам нужно взять соду, берем ложку, или чайную ложечку, или же столовую ложку. Я беру вот не пол ложки, а четвертушечку, вот на кончике четвертушку соды. И сейчас нам нужно погасить вот это все. Мы перемешаем и картошечку помешаем, и помешаем кабачок. Смешаем вместе. Пусть у нас постоит, ну где-то полминуты. Вот, она сейчас погасится. Это и картошка, и кабачок. Все. А мы тем временем возьмем и нарежем сейчас зеленый лучок и укропчик. Укроп мы будем брать, нарезать только вот эти вот зелененькие листики. Вот эти, которые толстые, утолщенные, мы их убираем, срезаем, для того, чтобы они у нас получились, эти оладушки получились нежными. Дорогие мои, вот у нас погасилась картошка с кабачками. Теперь нам нужно, чтобы у нас была однородная масса, чтобы не было тут кабачки, а тут у нас картошка. Поэтому очень тщательно, очень-очень тщательно вот так вот перемешивать. Вот, теперь я нарезала лучок зеленый, меленько-меленько, и укропчик, я вам уже сказала, без вот этих вот толстых краев. То есть не краев, а палочек. Они не нужны. У вас тогда получится, если будут попадаться такие палочки, то тогда вот они будут хрустеть у нас на зубах. Вот, теперь, сейчас мы это все смешаем, сюда забрасываем, и забрасываем лучок сюда. И возьмем чеснодавку, и на чеснодавке мы сейчас подавим 3-4 зубчика молоденького чесночка. Старый сюда не годится, старый уже цупкой, такой твердый. Итак, мы берем и давим сюда чесночок. Ну вот, один. У нас картошка хорошо с этим погасилась. Сода погасила. Для чего сода, как вы думаете? Правильно, сода для того, чтобы они у нас были пышненькие. Так, все, готово. Теперь, поскольку это молоденький чесночок у нас, и вот у нас остается здесь вот, внутри, мы берем его, этот чесночок, вытаскиваем оттуда ножиком на доску, и тут же мы нарежем, если будут такие вот большие кусочки. Зачем же нам переводить продукт? У нас сейчас чеснок дорогой, не знаю, как и где, у нас на Украине очень сейчас дорогой чеснок. Украина, а у нас все очень-очень дорого. Вот берем вот так, нарезаем очень хорошо, и сюда же бросаем. И перемешиваем до однородной массы. Все готово. Мы перемешиваем картошку, кабачата и зелень. Вот даже пустил сок, уже кабачата наши очень хорошие, они не старые, молоденькие. Вот я хочу дать вам такой советик. Кабачата сюда берите, такие вот, чтобы было мясные, то есть не маленькие, маленькие вот такие тоненькие, они годятся для консервации. Будут очень вкусненькие вот эти вот молодые, вот маринованные кабачата. А для вот таких оладушек очень хорошо, такие вот крупненькие. Учтите, что сейчас вот только начинается кабачата, они без семечек, то есть они все молодые. Итак, мы помешали, теперь мы посолим. Солим мелкой солью, некрупной. И мы сейчас сюда же помелим сюда вот на мельничке перчик и душистый, и горький. Вы не думайте, что я много сейчас сюда вот мелю. А ну, пока это помели, это кажется, что я столько мелю сюда. Нет, нет, нет. Я вот чуть-чуть, особенно вот этот душистый перчик, он также большой, он очень долго мелится. Кажется, вот кажется, что уже много сюда нам молола. Оказывается, нет. Итак, теперь я помешаю это все и заброшу сюда яйцо, вобью яйцо. Ну, вот одного яйца достаточно. Разбиваем яйцо и сюда же мы берем муку. Берем чистую ложку, сухую ложку и будем сюда добавлять муку. Я всегда кладу на глаз, просто высыпаю и все. Но для вас я буду, как всегда, я вам уже говорила, я буду показывать. Вот я взяла муки, сколько держится. Ложки, вот что такое, как держится. Держится, чтобы она не высыпалась. Бросаем. Одна. Теперь мы помешаем. Здесь мы не будем делать густое тесто. Тесто у нас будет здесь такое вот редковатое, ну, не совсем редкое, но и не густое. Для того, чтобы у нас эти оладушки, картофельно-кабачковые, чувствовала, что тут и картошка, и кабачки, а не просто тесто одно. Так, тут еще у нас жидковатое, поэтому я сейчас еще одну ложку наберу. Ну вот, сколько держится, сколько держится муки. Видите? Бросаю. Так, и теперь мы перемешиваем. Так, я вам уже говорила, что я всегда в муку кладу чесночок, для того, чтобы не заводились тут ни жучки, ни червячки. Очень хорошо чеснок, и также и в крупы, и в муку, обязательно мы кладем, в каждый пакетик, мы кладем сюда чесночки, зубчики чесночков. Ну, чесночка. Ну, чтобы чесночок не был разломанный, то есть надорванный. Вот как вы оторвали, целенький, чтобы со всех сторон был целенький, тогда вот это вот годится. Так, теперь я вам покажу. Вот такое вот тесто у нас получается, дорогие мои. Вот смотрите, видите? Нельзя сказать, что оно густое, и нельзя сказать, что оно редкое. Хорошенечко, хорошенечко, вот берите ложечкой, чтобы хорошо его, вот так вот, чтобы вся эта, вся мука, и все наши продукты, которые здесь, они хорошо смешались. Ну, а этим временем я сейчас поставлю, нагрею сковородку, жарить мы будем на растительном масле. Вот у меня растительное масло. Это растительное масло у нас рафинированное. Всегда очень хорошо жарить на рафинированном масле. Оно тогда не стреляет и не пенится. Итак, я включаю сковородку. Сковородка у нас нагрелась. Я налила сюда растительное масло. Теперь я беру чистую ложку столовую и ложкой я набираю, вот полную ложечку набираю и бросаю сюда сковородку. И, как всегда, мы вот так вот по каждому блинчику этому, то есть оладушке, мы вот так вот пристукиваем. Учтите, что тесто у нас здесь не густое, поэтому они у нас не будут вот такие вот здоровенные. Вот как, когда мы делаем густое тесто, получается там очень много муки и получается как бы вот это вот хлеб, много хлеба. Здесь у нас будет чувствоваться и картошечка, и кабачата. Итак, вот мы выкладываем рядышком. Масла должно быть достаточно для того, чтобы они жарились, а не просто горели. Так. И все, даже не надо истучать. Вот такое тесто у нас сейчас, что оно само расплывается. Ну вот. Тут, наверное, 7 штук у меня не поместится. Вот. Будут очень вкусненькие. Тут же и зелень у нас, и чесночок. Много не накладывайте. Каждый такой вот оладушек, он должен жариться с обеих сторон в масле. Когда у нас сейчас поджарится тот край, подрумянится, как вы узнаете, вот у вас оладушек. Вот вы бросили сюда ложечкой, заложили сюда оладушек. И вы увидите, что тесто у вас уже сверху, оно начнет вот с боков как бы пузыриться. Значит, это говорит о том, что нужно их переворачивать. Вот у меня уже начинает пузыриться. Я беру и переворачиваю. Если у вас будет гореть там сковородка, ну вот они же быстро нагреваются, эти сковородки, значит, сделайте огонек поменьше. Итак, вот у меня уже один краюшек, то есть край, ну этот, тот край уже у меня поджарился хорошо. Вот. Тут же картошка, а картошка всегда становится желтенькая, такая край очень красивый. Итак, пусть жарится. Потом еще разочек перевернем сюда и сюда, чтобы хорошо картошка прожарилась. Так, я уже перевернула четыре раза. И они у меня сейчас очень-очень красивые. И, кстати, очень они тоже поднялись. Тесто пышное получилось. Вот я вам сейчас все это покажу. Вот у меня, первый раз у меня тут пять штучек, таких оладушек. Сейчас я заброшу еще порцию. Ну что ж, дорогие козяюшки, я выключила сковородку. Вот посмотрите, какие аппетитные, какие красивые, золотистого цвета получились у нас картофельно-кабачковые оладушки. Очень-очень пахнут, очень соблазнительны, и я думаю, что они очень вкусные. На этом, дорогие мои, я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Может, кто-то готовит другие рецепты и поделится со мной, а я поделюсь с другими людьми. Или кто-то прочитает в комментариях и тоже сделает ваш рецептик. Вот. Ну что ж, дорогие мои, всем я желаю доброго здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть будет счастье в каждом доме, достаток, благополучие и все-все самое хорошее. Пусть все плохое уйдет. Туда уйдет. Чтобы у всех было все хорошо. И главное, дорогие мои, чтобы было чистое небо над головой. Мира всем и благополучия. Все. До свидания.